Чё, готово? Короче, купил я вот такого себе монстра. Я продавал Мерседес, купил вонючий Дигуан. У нас тут проблемы. Логов больше не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Мерседес, купил я. Дорогие подписчики, короче, купил я вот такого себе монстра. 600 кубов, вторая Ямаха, 93-го года. Чё-то около 50 лошадиных сил. Для сравнения, у моего мотоцикла Шоссера 900 кубов и 117 сил. Но этот мотоцикл ничуть не скучнее. Он очень веселый. Это абсолютно другая техника. Настоящий олдскул напоминает мне о моём детстве, как я катался маленьким, по полям, по лесам, без номеров, без документов, без прав. Даёшь газу, тапки уносит. С боксами тормозишь, он сразу в клин идёт. Никаких АБСов, никаких стабилизаторов. Чистое взаимодействие человека и машины. Обалденные эмоции дарит мотоцикл, просто прекрасные. Когда я покупал его, было 30 тысяч, либо 29, 999. Не могу сказать, что это точно километры, потому что вот эти последние цифры, это которые метры, сотни метров, они ползут, а километры сами не меняются. То есть там что-то сломано. То есть вполне возможно, что на нём может быть 80 тысяч километров сейчас. И я об этом никогда уже не узнаю, потому что километры не бегут. Но состояние, в принципе, хорошее, и я даже вот примерно склоняюсь примерно к этой цифре. В гараж его поставил, он бензином воняет. Покупал я его у деда, электрика, работяги. Очень приятный дед такой. Не знаю пока, буду я переделывать его или нет. Изначальный план был, конечно, полностью его разбирать, восстанавливать и потом переделывать под скрэмблер. Но думаю, пока что я покатаюсь так какое-то время, возможно, только в этом году. А в следующем году уже, как бы, зимой начну составлять планы проекта. И уже в следующем году буду непосредственно заниматься. Во-первых, надо составить чёткий план того, что делать. Найти запчасти, а потом нужно со всем этим добром и с мотоциклом поехать к одному знакомому, который работает на техосмотре. И спросить у него, что вообще из того, что я запланировал, возможно, легально переделать. Чтобы потом можно было ещё на этом дотык ездить по дорогам общего пользования. Чтобы вы понимали, тут даже нет указателя, то есть показания уровня бензина в баке. Чтобы проверить уровень бензина в баке, нужно открыть крышку и посмотреть туда. Здесь нет чисел, здесь нет показания на какой-то час передачи. Всё, кстати, офигенно, потому что я уже забыл это на своём современном мотоцикле. У меня всё всегда было на припорной панели. Я ни о чём не думал. Ну, то есть, я ни о чём не думал, что катается мотоцикла. И из-за этого я мог думать обо всём остальном. На этом мотоцикле ты не можешь думать ни о чём, кроме езды на мотоцикле. И то, что я любил всегда в детстве, ты едешь, и у тебя в голове столько числа. Один, два, три, четыре, пять, четыре, три, четыре, пять, четыре, три. И вот это всё, это ты считаешь на какой-то передаче, чтобы, не дай бог, согласнуть какую-то неправильную и не улететь. Это офигенно, и это помогает реально расслабить. Он едет очень хорошо, и он разгоняется до 120 вообще без всяких проблем. Я его раскочегаривал до 150, и, в принципе, это была не максималка, просто дальше было безумно страшно, потому что его всего начинает колотить из стороны в сторону. Я думаю, это ещё связано с тем, что резина здесь стоит не очень хорошая, и она уже старая. Я думаю, может, он и больше поехал. На фидоме-то есть стоит многообещающе 180, но на самом деле это вообще всё неважно. Этот мотоцикл реально не для того, чтобы ехать на нём даже до 120. Какой он лёгкий по сравнению с экскурсером, хотя он килограмм всего лишь, наверное, на 30. Легче. Поксосик. Крантик. Сейчас начало октября 2021 года. Я продал Mercedes, купил вонючий Diguan, купил вот этот мотоцикл. Очень жаль, как жалко мне, конечно, что пришлось продавать Mercedes, но так как больше не могу продолжать, он слишком дорого мне обходился. Я уже не мог его просто физически тянуть, как по папкам, в счётом того, что сейчас мы живём вдвоём. Какой она была? Она пела мне песню про лето, меняла меня, но холика светом была до пираток. В метро летящая вдаль умирали забытые кем-то и трепетом метро обутал разум, и я очарованный дикими пазлами. Готов, сомнил, омал тех дров, а художник слепо рисует сюжеты. Чужако шагали ноги, мой-мой-мой, над тебя на любовь, заблай, зажигай мой рай, соня, бой-бой-бой. Сокура плакала в саму рай, зарубился, обогля бы лай-лай-лай. Не нарушил сон, не покочал лай, берегу покой, понимай-мой-мой. Я не знаю, насколько я буду продолжать снимать и монтировать влоги именно такой формат. Возможно, окей, cinematic-видео под музыку будут выходить еще время от времени в личный профиль, но влоги очень вряд ли, потому что все мои ресурсы сейчас в ближайшее время полностью будут посвящены другим делам, проектам, о которых, вы, скорее всего, узнаете тоже позже или уже, наверное, узнали на выход этого видео, я не знаю. В любом случае, оставайтесь со мной на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на инстаграм, тикток, все дела. И я буду лежать в курсе событий, что вообще происходит, но вот как таковых влогов, скорее всего, больше не будет. Спасибо за просмотр, всего вам хорошего, счастья, здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а что, у нас только проблемы. Ну как у нас? Там брак, вот он, это брак. За пищей. Контент, я контент-мейкер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok ДимаTorzok